Всем привет, мои дорогие! Рада вас видеть на своем канале Нафиса Уфа. Сегодня вторая часть пустых баночек 2018 года Фаберлик, Эйвен и Арифлейм. Пустых баночек немного. Наберитесь терпения, пишите мне комментарии и ваши любимчики косметических уходовых средств. Первый начнем Фаберлик и это будет дом Фаберлик. Концентрированное средство универсальное, чистота и блеск. И девочки, напишите мне в комментарии в новом каталоге, я вроде видела. Называется уже не чистота, блеск, а для полов и стен, если я не ошибаюсь. Я немного капель добавляю в воду, пенится отлично, делаю влажную уборку стенки, полов, любой мебели. И вообще мне очень нравится, действительно пыль потом садится чуть-чуть меньше. Я не говорю, что у вас в квартире не будет пыли, чуть-чуть меньше. Мебель будет плестеть, полы будут плестеть. Мне это средство нравится. И у меня уже в использовании стоит такое же средство. И там тоже написано чистота и блеск. Дарья мыла для кухни ароматом экзотических фруктов. Понравился мне данный аромат. Эти мыла мне очень нравятся. И тряпки кухонные быстренько ежедневно сполоснуть. Пахнут прекрасно этим ароматом. И руки мыть, девочки. Я очень довольна. И цена у этих мыл очень мне нравится. Очень бюджетная. 89 рублей по ценам каталога. Будем, конечно же, стараться заказывать. Хотя еще про кэшбэк надо узнать. Как это все, как это влияет на те заказы. Когда заказов немного. Потому что большинство я заказываю для себя. И когда просит моя подруга и моя коллега. Вот. Следующее средство это тоник матирующий. Тоник моего сына. Думаю, что помогает. Потому что сама я не тестировала. Мне такие тоники не нужны. У меня и так сухая кожа. Он использовал. Тем более, знаете, 16 лет. И такое время, что действительно на лице могут появляться угори, мелкие прыщики. И данное средство всегда должен быть в использовании. Далее тоже хочу порекомендовать. Мне очень понравилось это молочко от Платину. Я знаю, что это не бюджетная серия. Но молочко, знаете, еще более доступное, чем кремы для лица, для шеи и декольте. Мне понравилось. Я сейчас вообще снимаю им макияж. Волосы, хотела сказать. Лицо гладкое. Вообще очень увлажненное. Не очень нравится. Для сухой кожи вообще подходит. Аромат просто потрясающий. Классные средства, девочки. Здесь ничего не написано. Плохо то, что ничего не написано. Могли бы написать. Далее. Далее вы, наверное, постоянно у меня видите. Это сухой шампунь. И из всех, то, что я вот пробую, да. Avon, Ariflame. Еще какие-то другие покупаю. Самый лучший. Самый лучший сухой шампунь. Но минус. Очень мало. 125 мл. Это очень мало. Но даже вот на челку только использую, да. Даже вот не хочу соврать, насколько мне хватает. Но мало, мало, мало. Охота больше. Далее тоже мое любимое средство. Это сыворотка питательная для всех типов кожи. Обычно питательные шампуни мне не подходят. У меня были пробники шампуня и маски. Бальзама. Мне они совсем не подошли. Но вот это, это моя любовь. Если вы использовали какой-то шампунь, который вам не подошел, и вы не можете речесать волосы. Волосы во все стороны торчат. Они какие-то жесткие. То, конечно же, помощник это масло. Это масло, сыворотка питательная. Волосы тут гладкими. Аромат потрясающий. Хорошо действует. Девочки, обязательно. Вот я не в шутку, я всерьез говорю. Будет по акции, буду опять заказывать. Это просто спасение. Как действительно написано реанимирование. Действительно это реанимация для волос. Обязательно попробуйте. Обязательно закажите. Когда будет по акции. Потому что, если не по акции 300 с чем-то, то это, конечно, дороговато. Но за такое действующее средство, конечно, и этих денег не жалко. Далее средство у меня пена для бритья. Если я не ошибаюсь, уже нету. Поменяли на другое оформление. Муж сказал, что ему очень нравится. И действительно, говорит, кожа остается увлажненной, не сухой. До этого мы брали, не помню, вот как называется. Знаете, девочки, напишите мне. В белом таком сероватом оформлении раньше заказывали. Вот он сказал, немножко сушит кожу. А это, прямо, говорит, увлажняет. Ему понравилось. Вот новым оформлением мы еще не знаем, как будет. Но обязательно как-нибудь закажем. Далее у меня как-то лежало. Я красила волосы, не использовала. Моя любимка краска для волос. Краса, очень жалко, что убрали. И вот такой пробник у меня Реноваж. Старый формат. Я не ошибаюсь, старый формат. Но, как сказать, за одно применение по пробнику тоже не поймешь эффект. Поэтому мне понравилось. Крем не жирный. Питался даже не моментально, но быстро впитался. Вот. Я могу свой отзыв только сказать, если я буду использовать недели 2-3 месяц. А тут, ну, оно хватило на 2 раза. Далее у меня вот такой крем. Это уже Айрстрем. Давнешний крем. Я использовала, начинала использовать. Но уже потом, девочки, уже лежала долго на руки. Использовала, конечно, крем жидковатый для рук. Но жалко. Мне очень жалко всегда выкидывать. И я стараюсь доиспользовать до конца все продукты, которые у меня имеются. Имеется в виду уходовая декоративная косметика. Далее у меня Фаберлик. Все. Пойдет у меня Эйвен. В Эйвене тоже хочу порекомендовать. Вот такой бюджетный шампунь. Два в одном. Шампунь-ополаскиватель. Аромат лотоса. Здесь очень яркий, вкусный аромат. И здесь, знаете, такой блестящий, прозрачная текстура. Я была очень удивлена, что именно вот таким бюджетным шампунем. Два в одном. Потому что, знаете, два в одном – это двоякая вещь. Потому что все-таки я, как много раз повторяла, бальзам, маска – они должны быть отдельные. А шампунь – это отдельная вещь, которая именно смывает грязь с волос. А бальзам и маска именно уж там питает, увлажняет. Ну, еще какие у них есть свойства, да. Здесь я была очень удивлена, приятный аромат, волосы расчесываются хорошо. И этот шампунь нравится моей дочери. В этот раз я купила совсем другой аромат Макадамии, новинку. Посмотрим, мы еще не начали использовать, только вот закончился вот этот шампунь. Поэтому я и сама иногда тороплюсь, когда нету горячей воды, когда нету возможности мыть, намыливать шампунем, потом наносить бальзам, еще раз смывать, повторяясь, когда нету горячей воды, то я тоже пользуюсь таким шампунем и действительно спасает. Мне нравится. Далее, далее. Самый мой любимый спрей для ног, дезодорирующий ароматом лаванды. Тоже очень мне нравится лаванда. Он действительно помогает, действительно. Я не скажу, что борется, да, он какой-то лечебный, но именно вот на работе освежить, снять туфельки, освежить свои ножки, пятки, стопу. Мне очень нравится. Вот, поэтому, если будет по акции, буду заказывать. Далее тоже сос и мой любимчик. И меня иногда бывает, что-то одно может появиться, особенно это в КД дни, в критические дни, да, между нами девочками. И вот такой очищающий огурец в чайное дерево, тоник для лица, моментально сушит. Мне очень нравится, девочки, нравится. По всему лицу я не чищу именно проблемные участки. Далее. Тушь. Так, тушь. Почему я путаюсь? Какая тушь? Пудра. Пудра, девочки, уже нету в оформлении. И это пудра в оттенке фейр. Пудра, прошу прощения за такой вид, я не знаю, уже на 2-3 года использую. Это самая моя любимая пудра. С таким идеальным оттенком для моего лица, с таким именно увлажняющим эффектом, нематирующим, который не кричит на весь мир, что у меня на лице пудра. Я не знаю, напишите мне, девочка, в комментарии, чем заменить. Потому что именно безмятежность, как называется эта пудра? Вот я уже забыла, девочки, каталогов нету просмотреть, старых. Вот. Я не знаю, как называется, но оттенок фейр. Думаю, что матирующий есть марк. Мне, наверное, не подойдет. Я матирующие пудры не люблю. Далее. Уже новинка марк. У меня скульптурирующий карандаш для бровей. Это самый темный оттенок, темно-коричневый называется. У меня на бровях сейчас этот скульптор я уже приобрела себе по акции, поэтому буду обязательно заказывать. Хочу еще попробовать. Появился оттенок средний коричневый, поэтому тоже попробую. Думаю, что вот здесь для начала подойдет именно более светлый оттенок для меня. И далее тоже парфюм. У меня скоро еще один парфюм заканчивается. Пользуюсь, стараюсь держаться на одном парфюме, не накапливать эти бутылочки. Поэтому вот такой у меня парфюм закончился. Тоже, извините за вид. Постоянно в использовании, протютерстве. Little Seguin Dress. В каталоге вроде нету. Если только поймать в аутлете и в распродажах. Мне нравится этот аромат. Этот аромат даже подойдет на лето. Этот аромат иногда мне напоминает, знаете, чем-то амор. Но амор, понимаете, он сладкий в меру. Для кого-то он сильно сладкий, для меня в меру сладкий. И в нем имеется свежесть. Цитрусовых цветков. Свежесть какая-то есть. А здесь именно сладость. И сладость не такая, как в attraction, как today. Здесь такие нотки очень приятные, неудушающие. И на теплой весну. Вот сейчас я вот в сентябре пользовалась только им. И мне очень подходило. Сентябрь у нас очень теплый. Мне кажется, даже в окружении никого не душил этот аромат. Потрясающий аромат, девочки. И цена была хорошая, я покупала когда... Но я брала по фокусу. Поэтому, если вы увидите, вы если еще не пробовали, обязательно попробуйте. Так, и у меня все, Эйвен. Арифлейм. Арифлейм у меня чуть-чуть. Очень мне нравится твердое мыло Арифлейм. Но именно вот эта данная серия мне не очень понравилась. Мне понравились мыло именно... Знаете, я пока вот взвернулась в Арифлейм, как бы считается невычком, и все названия не могу запомнить. Я в заказе показывала, они в виде капель. Вот эти мыла действительно, они лежат в воде, они не тают, они держат форму. А здесь почему-то мыло не крошится. Знаете, какой-то слой липковатый остается, и на воде он тает. Вот, поэтому... Ну, ароматы, конечно, потрясающие. Нравится. Но то, что вот немножко в воде лежит, тает, есть такой минус. Далее мужу давал вот такой пробник. Вот, он тоже за один раз не понял, но сказал, что понравился. В общем, сама не могла протестировать. И то, что мне не понравилось. Не понравилось, но доиспользовали, как всегда я говорю, для мест, где шалит наш кот. Он может это сделать, сделать не каждый день, но может сделать. Поэтому, и чтобы он это не делал, часто под дверью мы брызгаем ненужные ароматы. И надо, знаете, часто бывают ошибочные заказы, что у меня есть такие парфюмы, вот. И они идут туда в использование. Это аромат белой сирени. Белой сирени и очень удушающий аромат. Я один раз... Знаете, вот так по флакону... Он приятный. Действительно, белая сирень. Да. Но когда вы уже наносите на себя... Немного. Я обычно не брызгаю так первый раз, не тестируя аромат. Я пока доехала до работы, я чуть не задохнулась. И все, девочки. Мне кажется, вот этого одного раза именно в парфюме хватило понять, что это не мой парфюм, это не мой аромат. Он действительно удушающий. И для себя я решила, что это сирень и ландыш не мои. Цветы я люблю, очень люблю, но парфюм с этими нотами точно не мои. И еще, знаете, есть такая ситуация, у нас у соседей тоже есть кот. Он выходит и чувствует, что наш ведь всегда дома, что есть тут соперник. Тем более и тот мужчина, и этот мужчина, да, мужского пола. И наделает дел в подъезде с нашей стороны. Вот, и это чувство и наш идет тоже делать с нашей стороны это дело. Вот, поэтому не только люди соперники, но и животные тоже соперники. Поэтому вот такие данные парфюмы у меня все уходят туда. Вот, и то, знаете, не минус, а плюс. Не просто там выкидывай или не стоят без использования. Вот такие были пустышки. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо. Фикс прайс у меня, другие пустышки будут в первой части. Если вы не видели, пропустили, заходите, смотрите, да. И еще хочу сказать, вот, в одно то же время снимаю два обзора первой и второй части. В первой я получила с какой-то желтой. Я не знаю, почему это из-за освещения, из-за того, что день облачный. То открывается, то солнышко. Мне кажется, вот это все, да, профессионального света нету. Поэтому, а здесь я получилась более такой белый. Белый фон. Хотя фон такой же свет. Ну, на этом, наверное, все. Всем спасибо и всем пока. До новых встреч. Всех вас люблю. Субтитры сделал DimaTorzok